У барной стойки я остался один, а это означает, что в студии прибавилось. У нас в гостях Светлана Якубовская, член Совета молодых адвокатов Республики Крым. Мы сегодня поговорим о очень важных поправках, которые внесли в один из соответствующих законов. Я знаю, что одним словом это называется «жилищные алименты». Могли бы вы в двух словах сказать, что это такое? Эти поправки были внесены с целью сохранения, ну как ранее уже было оговорено, тех условий жизни, которые ребенок проживал в семье полной, в части обеспечения жильем. То есть если при расторжении брака один из родителей имеет свое жилье, а мама с ребенком, ну или папа с ребенком уходит из этого жилья, то уже на сегодняшний день, 23 января, если я не ошибаюсь, 2020 года, в третьем чтении в окончательном утверждены поправки, на основании которых можно взыскать в том числе на оплату жилья. Скорее всего, это арендованное жилье с предоставлением всех необходимых документов. Это и ранее было можно делать в виде взыскания дополнительных расходов, но раньше судьи к этому относились очень настороженно, очень так тяжело было доказывать эту часть расходов. На сегодняшний день это уже закреплено в законе, и я надеюсь, что будет все намного проще. То есть получается, что, например, я плачу своей жене алименты, плюс еще на съем квартиры, аренду? В части обеспечения ребенка, да. То есть подождите, сейчас эта цифра, она абсолютно никак не входила, и вот только ее сейчас рассчитали, так получается? Как таковой цифры нет, на сегодняшний день нет цифры и взыскания минимальных алиментов. Есть в части, и сумма зависит от прожиточного минимума по соответствующему региону. Но теперь в дополнительных расходах, либо в основных расходах, в зависимости от того, какое производство идет, можно взыскать в том числе и на аренду жилья. Светлана, позвольте, вот такое простое математическое исчисление. Давайте совершим. Вот, допустим, прожиточный минимум. Если я не ошибаюсь, он 11800 сейчас. Он меняется. Да, ну допустим, давайте даже для простоты счета возьмем 10. Вот 10 тысяч, вот я получаю 10 тысяч, например. Стония развелся, она увела у меня ребенка, и требует алименты, и вот эти самые жилищные алименты. Сколько я могу отдать в таком случае на содержание? Ну, тут не совсем так. То, что требует, это, конечно, хорошо, как бы грубо не звучало с моей стороны, но Тоня в нашей интерпретируемой ситуации должна еще доказать о том, что действительно она снимает жилье, либо есть необходимость съема жилья. Это когда родитель получил жилье, ну, имеет второй родитель, отдельно проживающий, имеет жилье, полученное им до брака, по наследству, либо приобретенным до брака, и у нее есть либо предпосылки для заключения договора аренды, либо уже непосредственно договора аренды, и эта сумма делится на троих. Хорошо. Если мы знаем, средняя цена, грубо говоря, за квартиру в Симферополе 20 тысяч, но при этом мрот у нас там 10 тысяч, например, я же не смогу оплатить эту сумму полностью. Но тут уже идет специфика, которая давным-давно сложилась. Вы действительно получаете 10 тысяч рублей? Нет, но я условно, да. Ну, это вопрос не только к вам. То есть если ответчик, да, вот в этом случае папа, проживающий отдельно, получает заработную плату и приносит документы, подтверждающие, что он получает 10 тысяч рублей, тогда рассчитывается либо в части в соответствии с законом 1,4 на 1 ребенка, 1,3 на 2 детей и 1,5 на 3 и более детей. Либо же в твердоденежной сумме при соответствующем доказывании, то есть предоставлении всех документов, опять же из расчета того, может ли папа выплачивать данную сумму. Папа тоже должен доказать о том, что больше никаких доходов у него нет. Если папа скрывает данный доход, маме приходится немного туговато и искать доказательства о том, что он получает сумму больше. Хорошо, смотрите, мы, в общем, разобрали ситуацию с отцом, который должен предоставить документы, и я тогда предлагаю еще разобрать ситуацию с мамами, которые оказались в такой ситуации. Какие документы и как правильно их подавать сейчас? Вы имеете в виду для взыскания алиментов? Есть на сегодняшний день два вида и два способа взыскания алиментов. Это судебный приказ без разбирательств. Мама пишет заявление по месту своей регистрации либо по месту регистрации папы в мировому судье. Это достаточно очень быстро, в течение месяца можно уже получить, ну, как бы начать взыскивать сумму. Опять же, в размере долей, либо в твердоденежной. Если же мама хочет доказать обстоятельства, что она должна получать больше, она обращается в общий суд по своему месту регистрации, опять же, либо по месту регистрации ответчика и доказывает о том, что у нее есть расходы на ребенка в виде, ну, алиментные обязательства, это минимальный набор продуктов и минимальный набор одежды соответствующего сезона. Если есть иные постоянные расходы, периодические даже, но они должны быть ежемесячными, она тоже должна предоставить документы. Ну, и основным документом является свидетельство о рождении ребенка, где отцом записан соответствующий человек, который является ответчиком. Светлана, большое вам спасибо. К сожалению, тема очень объемная. Мы обязательно вас еще раз пригласим и подробнее ее рассмотрим. Но сейчас время подошло к концу. Мы благодарим вас, что вы к нам пришли и осветили ее. В гостях нашей студии Светлана Якубовская, член Совета молодых адвокатов Республики Крым. Спасибо вам. Спасибо. Ну, а мне хочется напомнить, что, во-первых, эфир наш продолжается, ну и, конечно же, всю информацию можно вычитать в интернете. Ну, а наши корреспонденты, кроме полезной информации, еще оттуда черпают развлекательную.